Богослужебный круг Отныне он проникнут покаянными чувствами, и поэтому меняется содержание молитвословий, уменьшается количество песнопений, торжественность заменяется сокрушением о грехах. Именно поэтому в будние дни постом не совершается полных литургий, привычных для нас последований святителя Иоанна Златоуства и Василия Великого. Ведь именно литургия является для христиан самым радостным и торжественным богослужением. Постом же мы каемся, и каемся для того, чтобы быть ближе к Богу, чтобы, очистив наши сердца, стать с Ним едиными. Для этого единства и существуют со времен уже апостольских так называемые литургии прежде священных даров. И хотя литургии в полной мере это последование не является, мы причащаемся заранее священными дарами. В традиции это причастие на вечерние так и называется. Составление чинопоследования приписывается святителю Григорию Двоеслову, хотя известна эта практика и ранее. Повсеместно в церквях литургия стала распространена после Шестого Вселенского Собора. Агнцы или дары для литургии приготовляются в воскресный день, заполненный литургией Василия Великого, и хранятся затем на престоле до среды и пятницы в специальных сосудах. Литургия прежде священных даров соединена с вечерней, которая предваряется чтением часов псалтырью и изобразительными. В это время священник в алтаре приготавливает богослужебные сосуды на жертвеннике, облачается в постные ризы на первой страстной седмице черного цвета, а в другие дни поста – фиолетового. Во время чтения 16-й кофизмы на престоле разворачивается антиминц, достается напитанный кровью христовый агнец и поставляется на дискос. Кодится на второй статье или части кофизмы. Верующим, молящимся в храме, это трехчастное деление становится понятным по трем ягтиньям, которые свидетельствуют об окончании статьи, а значит и определенного этапа в подготовке к причастию. Во время чтения третьей статьи дары переносятся с престола на жертвенник и покрываются воздухом. Одним из самых трогательных великопостных произведений является песнопение «Да исправится молитва моя». В это время все становятся на колени, а по окончании верующие вместе с духовенством совершают земные поклоны с молитвой Ефрема Сирина. Под песнопение «Ныне Сила Небесная» совершается великий вход со священными дарами, которые вновь подставляются на престол. Затем следует ягтинья, молитва «Отче наш» и начинается причастие. Сначала духовенство в алтаре, а затем и всех верующих. Традиция русской церкви не причащать младенцев за этими литургиями, однако все другие, имеющие возможность молиться за этой службой, призываются к единству с Господом, ради чего, собственно, и существует сама церковь. Помилуй ты, спаси нас, як благо и человека любец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова